Всем привет! Меня зовут Алевтина, мне 11 лет, и я хочу рассказать, как пришлось исцеление в моей жизни. Мне было меньше 4 лет, меня все время преследовала аллергия, мне нельзя было ничего молочного и сладкого. В основном я ела все сваренное на воде, и однажды, когда мне было 4 года, мне сильно высыпало, и папа сказал, что в Библии есть местописание, когда говорится, ранами твоими мы исцелились. И сказал, что он может меня исцелить, если я в это буду верить и буду молиться. Мы помолились, я молилась так, я верю, что ранами твоими я исцелюсь. На следующее утро, когда я проснулась, у меня раны мои, они зажили. И сейчас у меня осталось лишь только тогда, когда я наемся много сладкого. Вот здесь вот меня начинают высыпать. Это знак того, что я должна свидетельствовать и помнить о этом чуде. Приветствую, дорогие братья и сестры, меня зовут Виктория, мне 9 лет. Я хочу рассказать о том, как Бог мне помог на контрольной. Во втором классе у нас была контрольная. Я успешно решила несколько заданий, но два задания у меня не получалось решить. Я начала молиться, я вспомнила стихи из Библии. Возови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Я начала молиться и говорила, Господь, помоги мне решить этих два задания. Я знаю, что ты можешь показать мне великое и недоступное, чего я не знаю. И Бог ответил на мою молитву. Я решила этих два задания и решила их правильно. Я очень благодарна Богу, что Бог может помогать мне в любую трудную минуту. Если у вас будут какие-то проблемы, обязательно обращайтесь к Господу. Он поддержит вас и также покажет великое и недоступное, чего вы не знаете. Приветствую, дорогая церковь. Меня зовут Вера, мне 14 лет. Я хочу рассказать, как Писание, Слово Божие помогло мне в моей жизни. У меня был период в жизни, когда я очень хотела быть принятой обществом моих одноклассников и других сверстников, которые были не из церкви. Меня очень расстраивало то, что они со мной не общались, не разговаривали и не дружили. Я разговаривала с родителями, они мне сказали такую вещь, что я никогда не буду звездой в этом мире, но я всегда буду звездочкой в руке у Иисуса. Мне это помогло, но все-таки ненадолго. Я все равно расстраивалась насчет этой проблемы. До того момента, пока я читаю Писание, не наткнулась на место, где говорилось, не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Это меня очень коснулось, потому что на тот момент и сейчас тоже я хочу и хотела иметь любовь в сердце отчую моего Отца Небесного, любить так, как Он, и быть любимой Его дочерью. Поэтому сейчас я не сильно обращаю внимание на то, как думают обо мне одноклассники, принимают они меня или нет. Я просто благодарю Бога за то, что я имею возможность мечтать. У меня теперь есть мечты, которые я посвящаю Ему и рассказываю моей семье, которая мне всегда помогает. И я теперь благословенная Его дочь. Аминь. Всем привет, дорогая церковь. Меня зовут Богдан, мне 9 лет. Ой, 12. Я хочу вам рассказать о том, как Бог помог мне свидетельствовать взрослому человеку. Это случилось после того, как я была в лагере 3D. Это означает «Скажи свои три да Иисусу, да покаянию, да посвящению и да служению». К нам туда приезжали пастыри из других церквей и проповедовали нам. Когда я ехал в поезде домой, против меня сидел незнакомый мне дедушка. И он спросил, с какой ты церкви? Я сказал, с евангельской. И он сказал, а почему ты именно туда пошел? Я ответил ему, потому что мне Бог так сказал. И он сказал мне, ты знаешь, что люди из евангельской церкви навязывают всем веру. А я говорю, мы не навязываем веру. Мы просто говорим людям о Боге. И он начал говорить, что мне батюшка говорил, что когда у тебя в бок сердца, тебе не надо молиться и читать Библию. А я говорю, это самое основное, что надо делать. И он говорит, что у меня бок сердца, и, например, когда я шел на рыбалку, я думаю, сколько я рыб поймаю? И думает он, пять, нет, шесть, нет, семь, да. И он споймал семь рыб. И я говорю, это вы создали себе идола. А в Библии написано, не создай идола своего. И он начал отходить от темы и говорить, ты знаешь, что на Украине идет война? И я говорю, знаю. И он говорит, отправить бы туда священные танки, и все бы прекратилось. И я в этот момент посмотрел вокруг, и увидел, что многие люди задумались. И я понял, что через меня говорил Дух Святой. И, дорогие взрослые, если вы боитесь отправлять детей в христианские лагеря, вы не бойтесь, это только ним на пользу. Субтитры сделал DimaTorzok